Доброе утро! Естественно, мы никому не мешаем, транспорта сзади нет и мы начали движение с вами и выполняем поворот. Какие ошибки в основном выполняют? Включили указатель изменения направления движения направо. Выезд на полосу встречного движения. На полосу встречного движения это нарушение правил. Получается, у нас здесь воображаемая встречная полоса, здесь она не разделена по сплошной линии, но, тем не менее, здесь две полосы. Две полосы, да, движение организовано в обоих направлениях. На три полосы это недостаточно, поэтому мы с вами, значит, руководствуемся именно тем, что делим проезжую часть на две части и пополам. Так, поворот направо. Естественно, предварительно мы включаем указатель изменения направления. Предварительно, заблаговременно, но не так уж сильно далеко до перекрестка. Хотя бы за 4-6 секунды до выполнения маневра, чтобы не спровоцировать. И на первую полосу. Какие у нас ошибки у некоторых допускаются? Уже выезжаем сразу на ту полосу, на какую мы хотим. Мы начинаем движение с первой полосы. Перестроение. Опять включаем указатель изменения направления движения и перестараемся воображаемую вторую полосу. А бывают ситуации, когда необходимо, допустим, совершить, вот, допустим, поворот налево, да, вот сейчас? В данной ситуации двигаться на полосы мы хотим сразу перепрыгнуть. Ну, постепенно, постепенно. Сразу диагонально двигаться мы не имеем права. Нет, нет, нет. Дистанция. Что такое дистанция? Мне очень часто задают вопрос. Это расстояние между транспортным средством. Движемся по путному направлению. И очень часто задают вопрос. Какое должно быть расстояние? Ну, во-первых, есть такой термин. Остановочный путь. Дистанция должна быть большей, чем остановочный путь транспортного средства. А что такое остановочный путь? Это путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до полной его остановки. Поэтому в зависимости от многих факторов я должен учитывать этот именно остановочный путь. Это состояние дороги, прежде всего. То есть зима, лето, как там, коэффициент сцепления шин с дороги. Опять же таки, скорость движения своего транспортного средства и масса транспортного средства. Сейчас у нас пробка в городе. В принципе, мы движемся на очень низкой скорости. Очень часто скорость чуть больше, и мы промахиваемся с поворотом, тем самым заезжая на встречную полосу, как мы вам показывали до этого. Либо вообще некоторые водители глохнут на поворотах из-за того, что неправильно выбрали передачу. Что необходимо в первую очередь совершить? Начинать оттормаживаться, потом переходить на повышенную передачу? Есть такой термин торможение двигателя. Вот сейчас, пока вы задали вопрос, мы вошли в поворот. Ну вот следующий поворот я постараюсь именно прокомментировать. Я включил сейчас указатель изменения направления движения. Заблаговременно проинформировал сзади едущий транспорт о том, что я собираюсь выполнять панел поворота направо. Сейчас мы проедем искусственную неровность. И уже притормаживать я буду, и буду учиться в дальнейшем отрабатывать именно в передаче. В передаче. Потому что, видите, я торможение осуществляюсь за счет торможения двигателя. Ну, все зависит от ситуации. Я могу подключить и рабочую торможную систему. Но это позволит мне более стойко выполнять и более эффективно выполнять этот маневр. Тем самым обеспечивая устойчивость транспортного средства при любом состоянии дорожного покрытия. То есть мы, первое, что при входе в поворот мы выбираем необходимый скоростной режим. В зависимости от ширины дороги, на которой мы поворачиваем. С условием того, чтобы мы не выезжали на полусустречного. Переход на пониженную передачу осуществляется до того, как мы, естественно, можем притормозить транспортное средство кратковременным нажателем на педаль. И выбрать необходимую передачу до входа в поворот. И во время входа в поворот у нас трансмиссия должна быть подключена. Включена. Никаких нейтральных передач. Кстати, очень часто водители, ну, все жалуются, что у нас не в всем городе есть разметка. Как данная ситуация? Вот у нас нет полосы, нет разметки. Мы точно не можем понять, в какой полосе надо двигаться. Многие водители ездят посередине дороги. Кому как нравится, так и ездят. Из-за этого создается авторийная ситуация. Очень часто водители просто, грубо говоря, не могут разминуться, не находят места для двух транспортных средств на обычной прямой дороге. Ну, Денис, во-первых, что такое полоса? Давайте мы вспомним правило. Полоса – это продольная часть проезжей части, предназначенная для движения транспортных средств. Она может быть выделена разметкой. Это хорошо, водителю очень удобно, комфортно. А может быть, не выделено. Вот на данный момент ширина проезжей части 2,75-3 метра. Вот прямо сейчас, в данный момент, мы остановились посередине проезжей части. Да, у нас получается так. Мы объехали транспортное средство, которое припарковано с правой стороны. И мы примерно оставили ей полосу, этому транспортному средству, этому транспорту. И находимся на средней полосе, потому что как-то мы определили, что здесь три полосы движения. В настоящее время хотят ввести изменения, дополнения, эту полосу, вот, из расчета… Уменьшить ее ширину, да? Уменьшить ширину, да. 2,50. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, опять же таки, если она будет выделена. А если не выделена, мы опять, чтобы она была достаточная для движения автомобиля в один ряд, иных, чем двухколесная. Вот нам достаточно. Примерно я оставляю, вот, в дальнейшем, видите, я сохраняю прямое линейное движение, оставив первую полосу. Почему я ее не занимаю? Потому что в дальнейшем я, что буду, опережать транспортное средство. Конечно, есть необходимость в том, чтобы я занял крайний правый ряд. Ну, вот, видите, сейчас, для того, чтобы я исключил лишнее маневрирование, я остаюсь на этой полосе. Я остаюсь на этой полосе и продолжаю движение по ней, видите, не меняя положение транспортного средства. Сегодня у нас были эти возможности для того, чтобы мы с вами разобрали и вместе с Денисом рассмотрели некоторые моменты управления транспортным средством городских условий. Да, вопросов, конечно же, большое количество. У каждого водителя есть свои вопросы, поэтому ждем их на нашем e-mail утрособака.стс.мд и будем постепенно на них отвечать. А с вами был Утренний патруль, его ведущий Денис Рында и Виктор Руссо. До скорой встречи.